Субтитры создавал DimaTorzok ЕРРФ Виталий Мутко и президент РФПЛ Сергей Пряткин Тем ближе чемпионат мира, тем больше иностранных журналистов интересуются хозяевами грядущего мундиаля Так, на утреннем занятии сборной России на домашнем стадионе ЦСКА, помимо десятка представителей российских СМИ, работали журналисты из Бразилии, Японии, Турции и Перу Тренировку сборной также посетили вице-премьер РФ Виталий Мутко и президент РФПЛ Сергей Пряткин Надо вдохнуть в ребят уверенность пока команда продолжала тренировочные занятия, на вопросы журналистов отвечал Виталий Мутко Вице-премьер РФ прокомментировал окончательный состав команды на ЧМ и призвал экспертов и болельщиков не создавать вокруг сборной негативный информационный фон Согласны ли вы с окончательным списком Станислава Черчесова? Ему из этих 23 игроков необходимо будет делать выбор, так что давайте доверять нашему тренеру Есть очень много информации, которую не стоит раскрывать По каждому игроку проводилась отдельная аналитическая работа, по состоянию здоровья, функциональной готовности, степени полезности на поле Многих болельщиков разочаровало отсутствие в заявке Федора Чалова и Александра Ташаева Может быть, стоило дать шанс молодым игрокам? Они в расширенном списке, это уже большое достижение Ребята, которых вы назвали, наше будущее. Этот вызов был авансом. Он показал, что в дальнейшем футбольное руководство рассчитывает на них Здорово, что у нас появляются игроки, которые так уверенно стучатся в дверь основной сборной Чемпионат мира скоро начнется, состав определен. Давайте прекратим возвращаться в прошлое и строить предположения, основываясь на домыслах Надо вдохнуть в ребят уверенность, чтобы они не задрожали, услышав, как 80-тысячные лужники поют гейман После матча с Австрией многие эксперты отметили, что команда пока не готова к мундиалю У вас нет опасений на этот счет. Пусть они посмотрят, как Австрия сыграла с Германией, Бразилия, с Хорватией Все команды выходят на поле под нагрузками. Безусловно, вопросы есть, но я верю в эту команду Других игроков и сборной России у нас нет. Не надо бояться, надо работать Если мы начнем бояться, что тогда? Константин Рауш и Роман Найшттер остались вне заявки на ЧМ Возникает вопрос, зачем была нужна их натурализация? Всегда удивляют такие вопросы. Натурализация не связана с закреплением спортсменов сборной У нас нет пути через выдачу паспортов собирать национальную команду Отношения и требования ко всем одинаковые. Фернандиес готов, он выступит на мундиале. Перед тренировкой вы долго общались с Артемом Дзубой Расскажите, о чем говорили? У нас с Артемом очень хорошие отношения, мы обсуждали не только футбол, но и жизненные вопросы Вы никогда не были в нашей шкуре, и вам сложно понять, что мы чувствуем после тренировки к журналистам вышли главный тренер и капитан сборной Однако, вопросов к Игорю Акинфееву у представителей отечественных и зарубежных СМИ оказалось немного Главное, о чем хотелось узнать у бессменного стража ворот сборной России, чувствуется ли за 10 дней до старта домашнего ЧМ волнение внутри коллектива На сборную всегда отказывается давление В том году, перед Кубком Конфедерации, оно было не меньшим Мы привыкли Конечно, не каждому дано сыграть на домашнем ЧМ, но тревоги, опасений и страх нужно отодвинуть на задний план Думать только о результате и о команде, признался голкипер Вопросов к наставнику команды было гораздо больше Черчесов объяснил журналистам свой окончательный выбор на турнир, заявил, что уверен в том, что сохранит свой пост и после ЧМ, а также подвел промежуточные итоги проходящего сбора Во вторник сборная проведет заключительный матч перед ЧМ Можете ли вы подвести итоги работы? Доволен сбором? Выполнили все, что планировали? Травмы и повреждения? Да, они были Но не бывает такого, чтобы все 28 футболистов были абсолютно здоровы Но даже те, кто порой не выходил на поле, занимались и выполняли свою программу Что касается матча с Австрией, результат нас, конечно, не устроил Хотели сделать все по максимуму, но не получилось Не хочу говорить, почему так вышло, чтобы это не выглядело как оправдание Хотя, с другой стороны, в подготовке к крупному турниру есть нюансы, и именно они сказались на той игре Если честно, я бы больше насторожился, если бы мы сыграли идеально Думаю, с Турцией команда будет действовать лучше И лучше, чем год назад во время подготовки к Кубку Конфедерации А если говорить об итогах вашей работы в сборной? Ведь вы возглавили ее почти два года назад Если быть точным, то с 11 августа 2016 года Будет ли круглая дата в этом году? Убежден, что да Черчесов верит в этих игроков Как в России отнеслись к публикации итогового состава сборной на ЧМ-2018 Можете сказать, что сегодня у вас есть все, на что рассчитывали Если скажу, что получил именно то, что я и хотел, слукавлю Мы потеряли игроков, на которых очень рассчитывали Не я один такой, тренер сборной, так что не только у меня подобные проблемы Безусловно, это определенная ситуация, и она откладывает отпечаток и на команду, и на ее подготовку Но работаем Настроим ребят я, к примеру, очень доволен Равно как и футболистами, которые сейчас в команде Очень интересует ваше отношение к Марио Фернандесу Довольны ли вы этим футболистом? Будет ли он играть в товарищеском матче с Турцией? Вопрос от бразильских журналистов РТ, вы не знаете, но у нас игры не товарищеские, а контрольные Что касается Марио, то он влился в команду К тому же у нас тренер по физической подготовке из ЦСК Шесть игроков из армейского клуба Да и играем мы с Турцией на домашнем стадионе ЦСК Думаю, у него точно все в порядке Вы первый капитан сборной России по футболу Что это для вас значит? И можете ли вы сравнить то поколение игроков с нынешним? Круг замыкается Тогда я был первым капитаном сборной Сейчас ее тренер на первом домашнем ЧМ Насчет второго вопроса Нельзя сравнивать эти поколения Сейчас другой подход и к самому футболу И к подготовке игроков После того как вы огласили окончательный состав сборной на ЧМ У многих возник вопрос Кто подстрахует возрастного Юрия Жиркова на левом фланге А почему вы не считаете Кудряшова? Он сыграет слева К тому же, возраст Юра я бы не стал выдвигать вперед У него отличные показатели То же самое и у Самидола Не надо смотреть на цифры в паспорте Или вы намекаете на Рауша? Если да, так скажу Что у Константина пару дней были проблемы со спиной Мы не стали рисковать Хотя я ждал до конца Вчера стало понятно Что эта травмочка может всплыть в любой момент и помешать ему После поражения от Австрии болельщикам стало тревожно за команду Если сборная не сможет выиграть и у Турции Уже можно будет кричать караул? Караул вы уже начинаете кричать Но мы такими вещами не занимаемся Вы никогда не были в нашей шкуре И вам сложно понять нас, что мы чувствуем И я не буду раскрывать этих секретов Завтра матч, он важен За нами будут наблюдать болельщики Настраиваемся на положительный результат Кстати, наш путь к ЧМ начался именно с Турции Символично, что и заканчиваем матчем с этой сборной Вы смотрели, как другие команды объявляют состав В Испании, Бразилии, Англии из этого устроили настоящее общенациональное шоу Не было желания сделать это и в сборной России? Ведь ваша команда заявку на домашний ЧМ представила очень скромно Не согласен Такой открытой сборной нас никогда не было Расширенный состав объявляли при журналистах И насколько мне известно Ни одна сборная из представлений окончательного состава шоу не делала Давайте договоримся так На следующий ЧМ придумаем с вами что-нибудь интересное Чему вы отказались от молодых Александра Ташаева и Федора Чалова? Мы долго следили за ними, оба подходили нам по игровым качествам После сборов поняли, что подходит и по-человеческим Увы, они проявили себя чуть позже, чем мне хотелось бы Попадя они в сборную раньше, у ребят было бы больше времени влиться в команду, больше тренироваться То же самое скажу и о нападающих Решили брать не количеством, а качеством В списке два форварда На деле у нас есть еще Миранчук и Черышев Со всеми, кто вчера уехал, я разговаривал лично Если вы думаете, что мне легко даются такие разговоры, то глубоко заблуждайтесь Роман Найштеттер в инстаграм написал, что глубоко разочарован Странно бы было, если бы он радовался Так что его крик души мне абсолютно понятен Моя задача — объяснить, выслушать игрока Он может согласиться с моим решением Может не соглашаться Но принять его придется Почему я выбрал Семенова? Как я могу за спиной у футболиста говорить об этом? Нюансов много, а где-то полагался на интуицию Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!